С пятой попытки наконец получилось. Моя коллега Дарья Эйдемиллер все-таки записалась к терапевту в Барнаульскую поликлинику. До этого целый месяц сайт госуслуг предлагал ей пойти лечиться по прописке в Бийск. Историческая родина моя там. И из-за этого я не могу записаться через госуслуги в больницу рядом с домом в Барнауле. А чтобы это получилось, нужно прийти в больницу, прикрепиться, написать бумагу, оставить подпись. Ну, с температур 38 это как-то не сильно мне удалось. Когда выздоровела, пришла в поликлинику, написала заявление и прикрепилась. Теперь записывается без проблем. Говорит, услуга нужная. Жалко только, что прикрепиться нельзя удаленно. Придется лично идти в поликлинику, причем, возможно, и не один раз. Кстати, Дарья далеко не единственная, у кого возникли сложности с записью через госуслуги. Ну, мне не удалось, к сожалению. Пришлось идти в регистратуру и записываться так. А чтобы сайт выкидывал, выбрасывал? А он зависал от страницы. В Минздраве признают, непогрешимых систем не бывает. Госуслуги тоже дают сбой. Но крайне редко. В основном проблемы с записью возникают по другим причинам. Неверные данные, которые вносит пациент. Слава Богу, их не много таких случаев, но они есть. И это номер один причина. Вторая причина, почему не могут записаться, например, врачу по частоте такой обращаемости. Это причина отсутствия прикрепления. К сожалению, такой фактор тоже имеет место быть, когда человек не прикреплен еще к поликлинике, но пытается записаться. Но оказывается, и прикрепленные записаться на расстоянии могут далеко не всегда. Попытавшись записаться, сайт написал, что я не прикреплен к своей больнице. Позвонив в больницу, мне сказали, что проблемы с сайтом, что я прикреплен на самом деле. До сих пор, вот уже порядка трех недель, я не могу никак решить вопрос. Ну и элементарно записаться в врачу. Поможет решить проблему служба техподдержки, отмечают в Министерстве здравоохранения. Ее контакты сейчас на ваших экранах. Кстати, в ведомстве также добавляют, что за удаленной записью будущее. В планах регистратуру в поликлиниках сделать лишь справочное, а не средством выдачи талонов. Как в таком случае к врачам попадать людям, которые интернетом не пользуются совсем? Я безработный. У меня нет интернета. Потому что мне платить за его нечем. Что я должен делать? Или что должна делать бабушка, которая 80 лет приходит сюда? Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.